Он тоже попал с детства к нам. Фоксик, Фоксик, не бойся. Камеру видит он. Они вот камеру побаиваются. Фоксик, ну что, снимают тебя? Фоксик, ну не жалуйся, не жалуйся. Лисенок Фоксик – персона не публичная. От камеры прячется, но когда его спасители рядом, забывают и о съемке, и о незнакомых людях. Несколько лет назад животное встретили на улице. Измученного его тащили на веревке. Старых хозяев удалось уговорить отдать лисенка в зоопарк. У меня как бы хобби с детства, увлечение было с животными. Всегда дома были звери разные, потом друзей очень много, кто занимался животными. Люди потихоньку узнавали, начали тащить домой ко мне. Чего только не несли. И хищных птиц, и сов попадали, и лисы. Ну, сами понимаете, не в состоянии был содержать такое количество животных в домашних условиях. В минувшем году домашнему зоопарку посчастливилось переехать. Познакомились с администрацией зоны отдыха в южном микрорайоне Бишкека. Руководство парка поддержало зоозащитников и выделило землю. Так и осуществилась детская мечта. Создали первый реабилитационный зоопарк в столице Кыргызстана. Ты так заходишь, залазишь, по карманам начинают все проверять. Что неправильно лежит, все достают. Телефон достают. Недавно телефон вытащила, в будку побежала к себе. Еле как забрал. Друзьям, наверное, звонили. В Африку. Здесь у животных впервые появились добрые истории. Такую заботу до этого они встречали нечасто. Кого-то забрали от браконьеров, других принесли охотники. Здесь немало экзотических видов. Почти все обитатели. В прошлом бывшие домашние питомцы. Люди наигрались, решили отдать. Арчи забрали полумертвым в одном из сел. На нем тренировали собак, чтобы те учились загонять диких животных. Сначала посетители приходили в ужас от состояния здоровья волка. Но из раненого и запуганного зверя удалось выходить. Теперь его судьба связана только с человеком. В дикой среде он уже не сможет существовать. Многих подопечных здесь лечат, реабилитируют и готовят к жизни на воле. Буквально через пару недель в зоопарк покинут несколько лис, шакал и дикобразы. Когда мы будем выпускать, опять же повторюсь, не просто выехали в ближайшие горы и выпустили. Нет, мы ведем переговоры с егерями, чтобы животные, которые мы выпускали, они обязательно были под присмотром. Чтобы это была какая-то зона егерская, чтобы они постоянно где-то подкармливали, приглядывались. Если в случае чего, мы на связи. Зоопарк держится на плечах трех человек. Они и главные спонсоры. Средств от продажи билетов в лучшем случае хватает на оплату 30% корма. Помощи здесь рады любой. Даже мешку моркови. Дерри Тимофеева, Азат Интымаков. Настоящее время. Азия. Кыргызстан. Бишкек.